Этого момента и сегодня, сегодня, как бы самый лучший, самый предназначенный для этого день, вот так вот можно сказать. И возможно сегодня вечером, если каждый из нас хорошо, хорошо попросит Всевышнего, да, как было, помните, на Новый год все кричали, Дедушка Мороз, давай, Дедушка Мороз, или Снегурочка, давай. Так вот, если бы все люди на земле сейчас попросили Всевышнего и сказали ему, Всевышний пришли на Машеха, мы хотим, чтобы закончилась уже эта эпоха войн, эпоха болезни, страданий, эпоха, которая называется мир лжи, да, мы живем в мире лжи, где даже вот мы смотрим глазами своими. И нам кажется, что мы видим, а по факту, по факту это все искажение, все искажено, потому что мы, реальность мы не видим, а мы строим картины реальности у себя в мозге, каждый строит, да, а когда пытаемся ее описать, эту картину реальности, то тут уже полностью идут искажения. Как царь Соломон просил у Всевышнего, он говорил в молитве, да, у него такая молитва была от царя Соломона. Шав ведвар казав архек мемени, он говорит, пустое и лживое отдали от меня. Раш в ошер аль титенли, бедность и богатство не давай мне. И трефени лехем хути, он говорит, научи меня, накорми меня законным хлебом. А раньше великий комментатор, он говорит, и трефени лехем хути, накорми меня законным хлебом, это имеется в виду Тора. То есть, чтобы я видел не искаженную проекцию реальности в виде того, что происходит в мире, а чтобы я видел вот эту вот ее основу, Тору, из которой проходится реальность. И, конечно, если в Торе написано, что человек ударит ближнего, и про войну написано, и Каин убил Эвеля, и все там написано, все это есть в мире. И можно даже сказать, что кто это все в мире сделал? Всевышний, то есть Всевышний изначально, изначально Всевышний так устроил мир, что первый человек и Хава в райском саде, в раю, они имели возможность согрешить. Но они имели возможность. Вот это очень важное слово. У них была свобода выбора, и они имели возможность согрешить, и возможность не согрешить. Поэтому сказать, когда Бог спросил Адам Решона, первого человека, а как ты ел от этого дерева? Как? Мы, кстати, в Песах исправляем грех первого человека, когда мы едим вот эту вот мацу, мацу, это вода с мукой, вот этот простой хлеб называется лехомони, хлеб бедности переводят, или еще хлеб, над которым говорят, да? Леонод – это еще отвечать, да? И вот хлеб, над которым мы отвечаем на многие самые важные вопросы в жизни. Так вот, когда Адам Решон, первый человек, он съел от плода дерева познание добра и зла, что Бог ему сказал, не есть от него, нельзя, не ешь. А он съел, и что? И что, значит, было в этом то, что он съел? Вы знаете, это же я, кстати, недавно знал, это было не только, что он съел. Помните, когда сказал змей, когда змей сказал, что в тот день, когда вы, что Бог, он съел от этого дерева и сотворил миры. И в день, когда вы скушаете от этого дерева, вы будете как Бог. И они съели. То есть, вначале он уговорил Хаву, потом Хава уговорила Адама, и они съели. И что получилось? В этот момент они совершили грех, который называется как? Идолопоклонство. Они поверили, что есть кто-то кроме Бога, и что Бог для того, чтобы сотворить мир, съел от какого-то дерева. То есть, они полностью ушли от веры. Да, это называется Идолопоклонство. А вода зора. И когда Бог его спросил, как же ты поел, я же тебе говорил, нельзя. А что он сказал, первый человек? Он снял с себя ответственность. Он сказал, это говорит женщина А. Он говорит, от дерева я не ел. Он сказал. Он такой был хитроумный тоже. Видите, какое искажение красивое. Он Богу говорит, Богу, Творцу мироздания. От дерева я не ел. И что вы думаете, он обманул Бога или нет? Нет, он правду сказал. Он сказал абсолютную правду. Он от дерева, он плод не ел. Он говорит, мне жена дала, которую ты дал мне. И он тут же скинул с себя ответственность. Вот возьмите любого преступника, любого человека, который сделал что-то плохое, и его спросите, ну как, это ты? Он скажет, нет, вообще не я. На мне ответственности вообще нет. Это вот с тех пор так пошло. И значит, совершили они грех. Получается, идолопоклонство. Они послушали Бога и поверили змею, что когда они сидят на дерево, они станут как Бог. Второе. Они нарушили запрет Бога. Значит, запрет Бога. Они нарушили. И есть три главных греха страшных, за которые был разрушен первый храм. Идолопоклонство, убийство и разврат. И все эти три греха были у них вместе соединены. Змей, говорят, что змей это, да, у санатора нам говорит, он совратил хаву, что она прежде еще, чем, чем Адам решет нам сказать, скушает плода дерева, она уже ему изменила и была со змеем вместе, да. Значит, змей ее, эту хаву, значит, уговорил. Теперь второе, убийство. Вы спросите, а где, кого они убили? Вы же помните, что до греха, до греха, первого греха этого, люди были бессмертны. Первый человек, он не должен был умирать. И из-за того, что он съел от дерева познания добра и зла, люди стали смертными. Что значит убийство? То есть он как будто бы, как будто бы он был причиной того, что люди стали смертны и начали умирать. И третье, значит, и дал поклонство, это они поверили змею, что когда они съедят от дерева, они станут как Бог. И что Бог ел от этого дерева и творил миры, и сейчас он боится, что они станут как Он. Теперь в Песах мы исправляем все эти три греха. Мы верим в... То есть Песах это декларация веры в то, что Всевышний лично сам пришел в Египет, сделал десять казней и вывел в Ивересте народ, и потом дал Тору. То есть все, что мы делаем, даже в Шаббат мы говорим Тедуш, это в память о исходе из Египта. То есть вся вот эта вот, вся Тора, в принципе, да, она же не была дана Аврааму, не была дана Ицхаку, не была дана Якову. Тора была дана после исхода из Египта народу Израиля, да, то есть это как раз, как раз такое ключевое-ключевое событие. И сегодня вечером мы, значит, подходим к этому событию, подходим через набор ограничений. Оказывается, в этом мире все, что, если ты хочешь что-то получить, то нужно в чем-то себя ограничить. И Всевышний, сам Бог, Творец Мироздания, Он себя ограничил для того, чтобы создать это Мироздание. Представляете, то есть это Мироздание, это следствие, есть же только Бог, нет ничего, кроме Бога. А как же существует весь этот мир, вся эта Вселенная? То есть Бог, Он себя ограничил, ввел в какие-то пространственные и материальные рамки, и получилось, что из Него же произошло все это Мироздание. То есть это Мироздание, это ограниченный Всевышний, грубо говоря, да, выраженный во всем. Вот все вот это Всевышнее. В разной степени сжатие и ограничение. Теперь, когда мы подходим к Песаху, мы тоже себя сжимаем и ограничиваем. Весь этот месяц нужно было изучать законы Песаха. Прямо 30 дней Лифнеихак изучают законы праздника. И нужно было постепенно, постепенно вычищать из себя, из своей жизни, из своего, значит, пространства, из себя, вычищать все негативное, вычищать все то, что называется в Песах, когда мы говорим, что убери из меня всю закваску, убери из меня все, ну, вот это стишия, хамец, закваска. То есть нужно убирать из себя уныние, гордость, зависть, значит, безнадегу, депрессию. Все это, все это хамец, все это вот эта стишия закваска. Гневливость, раздражительность и выражение вот этого внутри человека, да, это его внешний мир, у него во внешнем мире может быть тоже грязно, там, все завалено, нет порядка и так далее. Все вычистили, вычистили все пространство. Раньше были такие люди, которые реально жили только духовной жизнью, но в чем вот отличие иудаизма? Это не духовная жизнь где-то в монастыре, да? Это духовная жизнь в доме, в жизни, на работе, везде, где-то в этом мире. И вот были такие люди, которые так они любили Песах, что они перед Песахом раньше в древности были же земляные полы, стены такие, они перекрашивали стены, заново белили все, чистили. Ну, то есть дом становился как новый, эти земляные полы там пересыпали, трамбовали. Знаете, сейчас вот там, слава богу, керамика, плитка, у кого портет, у кого ковры, а это все появилось там лет 200-300 назад. Хотя мы были в Японии, там 500 лет назад были деревянные такие дома, очень красивые в Японии, да, вот они все делали деревянное, единственная проблемка, что оно сгорало каждые 20 лет. У них каждые 20 лет выгорали все там, город, столько построили, все такое деревянненькое, красинка, пожар, снес, все. Опять они построили эти свои деревянные домики, пожар. Так это не только было в Японии, сгорало все, даже когда был Хафицхайм, 1932 год он умер, значит, он родился где-то 1840, вот там вот плюс-минус 1850, так в 1920 году, в 10-м году, в 5-м году Радин сгорал дотла полностью. То есть города сгорали раньше полностью, потому что большинство домов были деревянные. И вот люди готовились к Песоху 30 дней, потому что дом деревянный, посуда деревянная, кашировать нельзя. Одна там сковородка или чугунный котел на всю семью, в нем весь год варили кашу, теперь нужно его было проколить, отбелить. Значит, зерна, которые для мацы, за ними нужно было следить, чтобы на них не попала капля воды с момента, когда их срезали. И вот, значит, их хранили, чтобы там ни в ладе вообще не было, ни грамма в ладе. Потом приближался уже, когда Песох, нужно было это помолоть, тоже без воды. Вообще, чтобы не попало туда, ни вообще, ни капельте воды. Дальше, потом нужно было это помолоть, и потом нужно было набрать воду родниковую. Эта вода отстоялась. И потом смешивается вода с мукой, и в течение 18 минут нужно было успеть это все прожарить. И все вручную. И получалось так, в 30 дней они тренировали качество осторожность, внимательность, осознанность. Вот они все время за этим всем следили, убирали, смотрели, все. Они такие были очень осторожные. И вот они 30 дней тренировали качество осторожность, внимательность. Пиком тренировки осторожности и внимательности является, вчера вечером нужно было со свечкой проверить все-все-все щели в доме, проверить каждую-каждую щелочку. Именно с наступлением ночи, именно со свечкой и с перышком. И вот они, представляете, со свечкой и с перышком. Я лазил тут по квартире, у нас по хозяйству женщина помогает, жене, ну вот она, ну по хозяйству, знаете, приходит там раз в два в неделю, помогает с уборкой, со всеми делами. И у меня жена меня сняла на видео, сфотографировала. Я со свечкой, с перышком лажу под холодильниками везде. И она этой женщине хочет поставить, сказать, что смотри, муж проверяет, как ты убираешь. Ну то есть это смешно, конечно, но я реально прям всю... И в этот момент борются два чувства. С одной стороны, ты все время хочешь дом побольше, квартиру побольше, места побольше, вещей побольше. А с другой стороны, в Песах ты понимаешь, насколько все эти вещи это излишество. Потому что тебе с этой свечкой нужно все это проверить. И ты лазишь и думаешь, вот эти вещи я годами ими не пользуюсь. Зачем это мне все? Ну то есть оно вот так вот... И ты вытянуть не можешь. И ты не можешь, ну как бы... Вот оно... И потом человек умирает, и все. Да, у меня как раз... Я нашел листик, где отец в том году, он умер как раз... Не, он уже умер в прошлом году перед Песахом, да. Перед Пуримом даже он умер. А до этого я нашел год, где он писал себе, готовился к Песаху, когда что говорить. Как он такой был очень педантичный, внимательный. И он готовился к Лейл Седдер, прям каждая... Ну вот, каждая... Так, страница такая-то, тут то-то. То есть он очень прям скрупулезно, такой педант был, готовился к тому, что будет вечером. Давайте вернемся. Значит, есть подготовка, это осторожность, вдумчивость, самоанализ. И ты думаешь, действительно ли я... Где я в жизни нахожусь в рабстве? У грязи, у плохих качеств, у излишеств, у каких-то непонятных обязательств, которые вообще мне не нужны. Но я нахожусь в рамках этих обязательств, которые просто... Знаете, есть люди, которые вот... Они не могут двинуться ни вправо, ни влево. У них в жизни полностью обязательства, которые они сами на себя набрали. И тянут их на себе. И вот, значит, месяц ты это исследуешь. Потом наступает момент скорость, срезу, да. Есть такое качество, говорят, что срезим Макдемим или Митцвод. Быстрые, они очень прямо видят Митцва. Есть даже такое выражение, что если Митцва, заповедь, пришла в твои руки, ну, ты увидел, что можно сделать заповедь, альтахмицена, не давай ей заквашиваться. То есть как, когда воду смешали с мукой, она уже через 18 минут, не кошерная для Мацы, через 18 минут уже пошел процесс заквашивания. Также, когда ты можешь сделать заповедь, и ты начинаешь думать, может, завтра, может, потом, что-то мне тяжеловато, может, не я, может быть, не сделать, все. Как только ты начал заквашиваться, назвали это современным, таким словом модным, прокрастинация, и твое злое начало, твой ецерара, твой внутренний вот этот хамец, он тебя уже сожрал, победил. И ты такой в закваске лежишь, значит, заквашенный такой, да. Это ецерара, причем, интересно, я тоже вчера читал в книжке, подготовка к Песаху, что ецерара с тобой разговаривает, как будто бы он это ты. Он говорит, я не хочу, я хочу. А ецертов, доброе начало, да, это Тора, это доброе начало, он с тобой разговаривает со стороны, ты должен, тебе надо, выполни, то есть он говорит с тобой на ты. Но когда человек внутри себя слышит эти два голоса, с тем он себя обычно отождествляет. С голосом я, он думает, что я, это он. А на самом деле я, это злое начало, это внутренняя корова, это можно назвать его внутренний ребенок, который мы не дали бы, наверное, везти машину свою, например, или жизнь свою не дали бы везти там девятилетнему ребенку, правильно? Он хороший, он приятный, прекрасный. Но управлять жизнью ребенок не может, да. То есть у него нет, у ребенка до 13 лет, до Бармитсвы, у него есть только злое начало, только животное начало. Он как такой, как жеребенок такой, как козлик, да. Вот, но многими взрослыми всю жизнь управляет их злое начало, вот это хочу и буду, я хочу. И что ты хочешь? А есть слово надо, правильно, для тебя полезно, хорошо, да. То есть это же, это все рациональные, интеллектуальные вещи, которые именно Тора должна, как бы идея главная, праздник Песох это освобождение. Но какое здесь, где здесь освобождение? И это именно освобождение от управления животными своими внутренними. То есть ты освобождаешься от власти животного и от власти каких-то людей, которые понавыдумывали непонятно что. И ты выходишь на свободу. А что такое свобода? Свобода это быть рабом Всевышнего. Но быть рабом у Бога, Творца Мироздания, Хозяина Мира, это и есть настоящая свобода. Это свобода от всего остального. То есть когда ты, полной свободы у человека нет. Он все время находится под влиянием чего-то. И свобода это освобождение от влияния чего-то, да. Человек вышел из тюрьмы и попал в армию. Он вышел на свободу. Он вышел на свободу из тюрьмы. И он сейчас в армии, которая им управляет. Вышел он из армии. И он, значит, попал в обычную жизнь. Он на свободе сейчас? Нет, он должен подчиняться законам уголовного и административного права. Если он этим законам не подчиняется, то тогда он может сесть опять в тюрьму. Теперь он думает, сидит и думает. Так, где же моя свобода? И тут у него внутри голоса, хочу выпить, хочу там то, хочу это. Он на свободе от своих желаний? Нет, он зависим от своих желаний. То есть чем он дольше сидит, тем больше ему хочется покушать, выпить и так далее. То есть человек все время находится под влиянием чего-то. И вот Песах это выход на свободу из-под влияния всех. И выход куда? На влияние Бога. То есть ты говоришь как, да. Я хочу на свободу от всех остальных влияний, обязательств и так далее. Я хочу выйти на свободу от своих привычек. От своих каких-то идеологий. Всяких каких-то... Вот меня спрашивают, ты какую песню любишь? А у меня какая у меня? У меня одна песня в голове звучит. Там какая-то из... Там 20 лет назад я ее слышал. То есть получается, что эта песня когда-то в меня вошла. А теперь я нахожусь у нее в плену. Уже не я управляю этой песней, да. Уже эта песня изнутри управляет мной. Понятно, да, идея? И вот мы все находимся в плену у своего прошлого. У своих каких... Это хорошо слово «своего». А прошлое-то оно не наше. В прошлое мы находились под влиянием тех людей. Особенно первые годы жизни, 10-15 лет первых. Ты находишься под постоянным влиянием семья, общество, друзья, школа, воспитатели. И вот получается, что вначале ты под влиянием, ты в несвободе от других людей. Потом эта несвобода влияния от других людей сформировала у тебя набор привычек, стереотипов мышления, каких-то правил, принципов и так далее. И ты находишься в плену этой идеологической системы. И потом эта идеологическая система тебя вводит в какую-то большую систему, которая называется общество, которое начинает управлять тобой сегодня. И дальше человек в этом всем барахтается и надеется, что он выплывет куда-то. Но выплыть куда-то он может надеяться только, если общество, в котором он находится, оно куда-то выплыло. А если общество, в котором он находится, никуда не выплыло? Если общество, то это в принципе оно, ну ты посмотри, в одной этой стране живешь, у тебя такое общество, вот Япония, да? Вроде все класс, приезжаешь, смотришь, миллион человек сидит дома, это 1% населения вообще с дома не выходит. Значит, 30 тысяч человек в год заканчивают жизнь самоубийством, а остальные там 97-98% очень много и тяжело работают прямо день и ночь. И вроде бы, ну классно, смотришь на них, думаешь, молодцы японцы. То есть ты, когда получаешь плоды их труда, ездишь там на Тойоте, слушаешь Сони и так далее, думаешь, ну молодцы, красавчики, хорошо. Понятно, да? В общем, поэтому мы сегодня готовимся выйти на свободу. Кто хочет, сегодня день предназначенный для освобождения от всех влияний и выход на влияние Всевышнего. Все, Бог, значит, как ты когда-то вывел юрист и народ из рабства, из египетского, выведи меня на свободу, дай мне Тору и, значит, пускай я буду свободен даже от своего вот этого внутреннего яцерара, внутреннего животного, внутреннего злого начала. И, значит, хочу, чтобы ты Всевышний мною управлял. Вот это вот главный месседж сегодняшнего дня, сегодняшнего праздника Песах. Значит, мы вот сейчас уже все в Израиле, сейчас у нас 10.26, уже нельзя кушать хамец в Израиле. В 10.37 это последнее время было, когда можно было кушать хамец. Ну, я как-то честно вам скажу, что я весь год не ем, очень мало ем. Мы только по шаббатам ем хлеб, халы, а всю неделю не ем хлеб, спокойно я отказался от хамца весь год. Теперь, значит, дальше еще один час можно владеть хамцом, поэтому его нужно будет сжечь, у кого остатки остались, прям идет сжигание хамца. Есть специальная формула, что можно сказать, вот это очень крутая вещь в Песах, которую я на ней сегодня закончу. Значит, вот есть у человека хамец какой-то, да, вот у него там буханка хлеба, там буханка хлеба, здесь буханка хлеба. В Песах нельзя, чтобы в твоем владении находился хамец, и нельзя, чтобы этот хамец ты видел. Но если он чей-то, то он тебя не касается, главное, чтобы ты его не видел. То есть, если можно, там в тумбочке он спрятан, и он не твой. Так по Торе, если ты сказал от чистого сердца и говоришь, весь хамец, все квасное, которое находится в моем владении, с этого момента оно не мое, оно ничье. Я вот освобождаю, я купил буханку, она была моя, но я же могу сказать, что могу ее подарить, кому хочу, могу. А могу сказать, что я ее даже не дарю, кому хочу, да, а я ее освобождаю от себя, у нас нет связи теперь с этой буханкой, никакой связи. Буханка ничья. Она для меня имеет такое же значение, как прах земли, как пыль. Нет у меня связи с буханкой, с этой, с хлебом, с хамцом, с водкой, с макаронами. Нет у меня связи, не мое. И вот это называется в сердце левотель, как бы освободиться в сердце, ну в мышлении от всякой связи с хамцом. И вот эта формула, ее произносят, можно на русском языке, на арамейском, на иврите. Главное, чтобы вы понимали, что вы освобождаетесь от этого хамца. И эта формула, это и есть метафора, главная метафора того, что должно произойти в Песах. То есть на уровне мышления, трансформация мышления, на уровне осознания, на уровне вот этого вот внутреннего такого решения, ты говоришь, я отказываюсь от всего плохого, что есть во мне, в моей жизни, в моем мышлении, в моих привычках. Я и это, все, это две разные вещи, это не мое. Понятно, что оно попытается вас догнать после Песаха, все вот эти вот внутренние животные, оно так не сдается. Но у вас есть возможность хотя бы попробовать, а Всевышний поможет. Вот именно вот это время, Песах, это время, когда Бог поможет, когда лично Он, Бог Творец, Создатель, приходит в этот мир и освобождает нас из тюрьмы. Все, желаю всем выйти сегодня из своих внутренних тюрем, из внешних тюрем, из всех ограничений болезней, плохих привычек, каких-то желаний, например, да. Значит, есть такое движение, которое говорят, что главное для человека источник страдания, это нереализованные желания. Это тоже человек себе может загнать себя, столько себе желаний придумать, и эти желания не сбываются. Хочу, чтобы этот вел так, этот вел так, этот так ко мне относился, этот так, то так, то так. И когда ты сам себе установил все эти растяжки, оно все не так, то это тоже источник страдания. В общем, чтобы мы освободились все от своих растяжек, и чтобы наступил покой, вот этот внутренний момент выхода на свободу, сегодня ночью его можно почувствовать, в полночь вообще будет самый такой пиковый момент. И чтобы в заслугу того, что мы это сделаем, Всевышний увидел вот эти вот огонечки освобожденных людей, которые вышли из Едипта, и в заслугу этого пришел весь мир, пришел освободитель. Это будет какой-то сверхчеловек такой, да, Бэтмен, супер лично, Супермен, Спайдермен, Супермен, Машех. И он, значит, всех злодеев, которые хотят воевать, которые хотят нападать, которые делают зло людям, он всех злодеев, значит, всех сразу уничтожит, а добрые, хорошие люди, они выйдут на улицу с песнями, с плясками, и, значит, так, и с неба спустится третий храм. Примерно так, если бы представляю, значит, вот этот вот кульминацию, кульминацию приход Машеха. И это может произойти завтра. Все, всем удачи, успехов, встречаемся. Завтра мы не сможем встретиться, урока не будет, потому что праздник, это как шаббат, только можно готовить еду, а вся разница. Но мы встречаемся тогда, я живу в Израиле, поэтому у нас Песах один день, а за границей два дня, но урок будет все равно, так как я в Израиле, значит, это будет не завтра, а послезавтра утром. Все, всем удачи, успехов, пожелания, Песах, Кашер, ВСМ, чтобы был Кашерный. Кашерный это полностью правильный, разрешенный по системе. И веселый, так желают, значит, правильного и веселого Песаха. Все, удачи, всем успехов, до послезавтра.